Друзья, всем привет! Сегодня я на своем участке, только ближе к вечеру. И сегодня у нас по плану заменить вот эти гнутые листы, которые у меня в конце заднего забора. Татьяна освободила нам время. Будет мне немножко помогать, поддерживать. Одному очень тяжело это делать. Вот эти гнутые и ненужные листы мы будем снимать. Вместо них будем ставить новые и продолжать вот этот забор. Так, совсем другое дело. Три листа поменял. Это осталось от этого забора. И два листа докупил в Леруа Мерлен. В одном и том же магазине цвета немножко отличаются. Это какой-то покраснее. Не знаю, камера передает или нет. Но в любом случае это лучше, чем помятый забор. Так. Теперь остается подогнать мне самый угол. Как раз один лист я режу чуть ли не пополам. Половинку закрываю этот угол и часть. Угол тот. Сразу другой вид. Даже уютнее становится в огороде. Показываю, насколько отличается профиль, купленный в одном и том же магазине, за одну и ту же цену. Все у нас не слава богу. Ну да ничего. Главное, что ровненько и аккуратно все. Сейчас буду убирать все, что замерзло. Морозы у нас уже были хорошие. Цветы померзли. Морковь мы уже убрали. Свеклу тоже. Сейчас собираю все в мешки. Решили, что в этом году здесь бетонировать не будем под хозблок. Поэтому всю эту кучу и весь вот этот сибит буду выкладывать, здесь раскидывать и утаптывать это все место. Буду поднимать и выравнивать с этим участком. Потому что у нас здесь большущая яма получается. И на этом моя работа здесь закончена. Кучу песка всю раскидал. Здесь все утрамбовали, залили песочек водичкой. Ночь простояла, сегодня еще раз выровнял. Вот в этом месте у нас когда-то будет хозблок. Сарайчик и склад. Самое грязное место получилось самым чистым и самым ухоженным. Осталось вывести мусор. Сейчас мы с вами будем делать перила вот на это заднее крыльцо. Принесу материал, буду делать разметку. Будем его как-то облагораживать. И еще, пользуясь случаем, хочу похвастаться своей калиточкой. Это калитка в огород. Вот так я ее сделал. И этот крючок цепляется здесь. Так это выглядит с обратной стороны. Замок ставить сюда не стал. В принципе, он здесь не нужен. Замки у меня будут стоять на калиточках. Где евро-штакетник. А здесь получился вот такой уютненький уголочек. Да, и опять же, не доделки. Вот здесь буду доделывать. Буду ставить П-образный стартовый профиль. Чтобы было безопасно не резать ручки. Так же, как и здесь. Вот так. Удобно, уютно. И все просто. Итак, что у нас получается. Пока 4 стойки. Посовещались с Татьяной. Решили сделать высоту перил 80-85 см. Самый оптимальный вариант. Сейчас поставил стойки. Буду делать вверх. Самые перила. А потом уже будем думать, сколько поперечин нам проделать в этом месте. Посредине. Две или одну. Чтобы маленький ребенок у нас не свалился. И чтобы бабушка не оступилась. Здесь сейчас буду спиливать. Вот так. И вот эти краешки нужно будет как-то еще загинать. Чтобы нигде не пораниться, не порезаться. Затем все буду покрывать эмалью. Но пока вот так. Уже что-то. Держатель сварил на перила. Теперь все вот эти неровности нужно заточить болгаркой. Все это выравниваю, чтобы не цеплялась к рукам. Продолжение следует... теперь необходимо сделать добавочные поперечины потому что нашей бабушке уже 90 лет а внучке 2 годика с небольшим и мы боимся чтобы кто-нибудь из них не вывалился вот в это места но вот и все со сваркой закончил с монтажом вот так выглядят мои перила прошу строго не судить я уже где-то говорил что сварщик я не очень делаю только для себя делаю как могу вообще по моему очень хорошо удобно надежно так сейчас осталось все это покрыть грунтовкой взял вот такой грунт эмаль 3 в 1 по ржавчине гладкая все это покрасим черный цвет и покажу как будет выглядеть в готовом виде а пока вот так еще нужно придумать чем-то заглушить вот эти отверстия чтобы не было острых углов ну прямо как так и должно быть все работа подошла к концу последний штрих это покраска в черный цвет теперь наша крылечка безопасная использовал все остатки материала от забора от калиток и перила готовы вот так еще раз покажу ну что друзья на этом у меня все думаю бабушка будет довольна а уж внучка как будет прыгать с удовольствием я с вами прощаюсь всего вам хорошего и до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...